здравствуйте дорогие мои телезрители и конечно подписчики на канале youtube я вас всех очень люблю и знаете хочу вот сейчас сказать не про не про цветы появляются комментарии на ютюбе да и телезрители тоже иногда меня упрекают в этом что я занимаюсь рекламой ну во-первых строках моего сегодняшнего выступления я хочу вам напомнить что реклама двигатель торговли и без рекламы вы никогда не узнаете ни о хорошем не о плохом но я про плохое никогда не говорю и в моих программах пока нет рекламы то что я делаю обзор растений семян корневищ там удобрений каких-то травилок и и так далее это только для того чтобы вас познакомить с этим миром и упрекать меня в этом нет никакого смысла и без рекламы сами понимаете у нас все телеканалы коммерческие мы не выживем без этого а вам то как будет скучно без нас но поехали значит передо мной стоят пачки и как вы уже догадались это конечно флоксы я уже слышу осенью флоксы зимой флоксы да послушайте вы меня пожалуйста я не буду касаться разнообразия этой группы цветов но я хочу напомнить вам уж коли вы сейчас на покупали этих растений немерено пожалуйста сделайте все правильно что значит сделать все правильно так вот посмотрите купили вы до пачечки вот такой такие упаковки с флоксами там находится корневища там нет ничего интересного кроме того что покупая такую упаковку вы должны понимать что вы должны увидеть ростки которые находятся там внутри пачки среди этих многочисленных корней у флокса корни просто потрясающе и на каждом корешке будет несколько таких местечек где будет почка возобновления то есть ростки новые побеги которые принесут вам шапки цветов и вы должны понимать что сохранить их это главная ваша задача флокс метельчатый многолетнее растение и если он правильно посажен избавиться от него практически невозможно причем на протяжении десятка а то и более лет очень удобный цветок правда он все лето растет и начинает цвести ну сейчас гибридов много и цветение может начаться и в июле и в августе и в сентябре поэтому выбирая сорта или гибриды вы должны понимать что вы хотите а теперь про посадку принято считать что вот такие упаковки да они ну да хорошо бы бросить в холодильник хорошо бы там да ничего не делать но мои дорогие даже в холодильнике но они будут расти они будут расти и зеленеть естественно от этого хорошо флоксу корневищу не станет поэтому вот я начала с того что принято считать что чем дольше вы сохраните это корневище непосаженным то есть до высадки в сад тем лучше для него знаете хочу немножко опровергнуть это мнение потому что если все-таки перерастет вот эти вот отростки молодые побеги флокса они перерастут они будут кривые горбатые а ведь дело в том что флокс надо высадить на глубину штыка лопаты не менее даже чуть больше бы хотелось почему да потому что у флокса на стволике появляются тоже точки где разовьются почки возобновления он просто родит не глядя сколько угодно ваших побегов которые всегда будут нести пышные яркие цветоносы так что сейчас делать-то а сейчас чтобы ничего не испортить вы берете высокие горшки это могут быть коробки из-под сока обрежьте им углы 4 угла обрежьте так чтобы у вас и к верхней части коробки срез был и к нижней чтобы вода отходила и воздух туда подсасывался и высадите флокс на такую же глубину как штык лопаты коробка примерно такая это недорогой материал и вам уж там на 5-6 штук которые вы приобретете вполне будет достаточно можно использовать коробки из-под кефира из-под молока но только высокие и конечно если коробка цветная она будет отражать цвет туда не проникнет солнышко не поранит корни не сделает их зелеными это ну такой вариант беспроигрышный я бы сказала и посадив эти цветы не надо их убирать в холодильник нужно выставить их на прохладный балкон а может даже и слегка холодный ничего страшного не произойдет они начнут расти естественно верхняя часть будет зеленой пушистой крепкой если там ночью будет холодно ну не до минус 15 конечно понятно минус 2 минус 3 это допускается земля не даст промерзнуть то что в коробке будет находиться вы должны помнить что поливать обязательно подкормить там легкими какими-то удобрениями тоже обязательно и помните что этот цветок есть вы его не будете поэтому кормить вот это тоже условие для флокса иначе пышного цветения вы вряд ли когда-нибудь добьетесь процессе ухаживания и роста флокса уже на даче вы должны понимать что и там его поить придется и кормить придется зацветет он в первый год конечно не так пышно но дайте ему цвести просто дайте цвести на зиму обламывать эти отсветшие побеги флоксов ну в принципе я бы сказала не обязательно как снегозадержание ваши кусты флокса будут прекрасно справляться и с этой функцией ну на этом я закончу называть сорта нет смысла магазине их куда больше до двух трех десятков сортов а то и и и поболее будет поэтому все очень просто и эта красота ну не заставит вас напрягаться это точно это практически все само по себе растет и цветет на этом пока и до свидания